МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас идет работа по обеспечению пожарной безопасности высоких домов. Дело в том, что зима в этом году выдалась малоснежная и сухая, а это значит, что весна будет ранняя. Синоптики уже предупредили сотрудников Министерства природы, и они, в свою очередь, составили план противопожарных мероприятий. 17 единиц техники уже закупили. Настала пора заняться организацией пожарно-химических станций в районах области. В настоящий момент проходит комплексная приемка готовности каждой из 21 пожарно-химической станции. Отмечу, что у нас в настоящий момент во всех лесничествах созданы пожарно-химические станции. Пожарно-химическая станция второго типа у нас действует на территории Барышевского лесничества. И в этом году мы завершаем докомплектацию лесопожарной станции в Инзинском лесничестве до параметров пожарно-химической станции второго типа. Есть проблема, которая не привязана к сезонам – обеспечение пожарной безопасности в газифицированных жилых домах. Сотрудники МЧС планируют наладить работу жилищной инспекцией, потому что совместные рейды должны проводиться регулярно. У нас, к сожалению, жилищная инспекция в этом направлении плохо работает. Из более чем 600 рейдов, проведенных по таким домам, этот надзорный орган провел с нами только совместно не более 20 рейдов. Одну из страшных бед человечества тоже обсудили на совещании – гибель детей в пожарах. Для предотвращения трагедии меры приняты, осталось довести до ума технологии. В прошлом году в домах многодетных семей было установлено 593 пожарных извещателя. Устройства, созданные наподобие сигнализации, реагируют на дым и подают громкий сигнал. Глава Кабмина распорядился об усовершенствовании системы оповещения. Скоро сигнализация будет не только поднимать шум, но и передавать сигнал на пульт управления МЧС. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова